Весна души Весна души, так называют великий пост православные христиане, несмотря на те ограничения в развлечениях и пище, которые он налагает. В чём радость поста? Для беседы об этом мы встретились с доктором богословия, протеереем Владимиром Башкировым, и приглашаем к беседе с ним после краткого обзора событий. Завершается путешествие по Беларуси ковчега с частицей пояса Пресвятой Богородицы и частицами мощей её родителей, праведных Иоакима и Анны. За полтора месяца поклониться святыне христианского мира смогли тысячи верующих из десятков городов нашей страны. Прикоснуться к реликвии была возможность у людей, находящихся в эти дни на лечении в больницах. Духовные учебные заведения Белорусской Православной Церкви объявили правила приёма документов в нынешнем году. Желающим предлагается освоить специальности богослова, теолога, регента и певчего церковного хора, иконописца, экскурсовода, звонаря, церковного флориста и другие. Получить духовное образование можно в семи учебных заведениях, которые находятся в Минске, Витебске, Жировичах и Орше. В Гродненском регионе в нынешнем году готовятся отпраздновать пятисотлетие храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мураван Хощучинского района. В своё время этот храм оборонительного типа с двухметровой толщиной стен был для людей не только местом молитвы, но и защитой их жизни во время военных действий и опустошительных набегов. Несмотря на многочисленные испытания, выпавшие на её долю, церковь почти не изменила свой облик за прошедшие столетия и в наши дни поэтапно реставрируется. В честь пятисотлетия возведения храма организуются просветительские культурные мероприятия, выставки исторических экспонатов, старинных богослужебных книг, документов из фондов прихода, фотоэкспозиции. Сегодня в Минской Духовной Академии мы встречаемся с доктором богословия, протеереем Владимиром Башкировым. Добрый день, отец Владимир. Пост – это время, когда, следуя призыву церкви, мы налагаем на себя определенные ограничения. И в то же время пост называют весной души. Так в чём его радость? А радость как раз в том-то и состоит, что человек отказывается от своих обычных пристрастий, и он видит, какое вообще он бремя-то нёс какое огромное, что это время ему мешало жить на самом деле. Он как бы освобождается от этого. Или пытается освободиться, если у него получается чуть-чуть что-то, то уже он чувствует некую лёгкость, некое облегчение. Не случайно, ведь Феофан Затворник был такой святой 19 века, который говорил, что чем больше мы освободим душу свою от страстей, тем больше будет места для божественной благодати, для божественного присутствия в нашей душе, для общения с Богом. И это, конечно, радостно. Общение с Богом всегда радостно. А как этому помогает молитва? Ведь постом меняется, и привычный ход богослужения. Да, привычный ход богослужения меняется, но не всякий человек может посвящать богослужения регулярно. Он должен свой образ молитвы таким образом выстроить, чтобы молитва стала беседой с Богом. Вот посмотрите, вся мысль аскетическая церкви, опыт церкви, опыт подвижников церкви, говорит о том, что молитва должна быть краткая, но частая. Представляете? Краткая, но частая. То есть человек должен постоянно держать на устах молитвы. Какую молитву? Господи, помилуй, больше не надо. Это очень важно, это очень просто, чтобы мысль человека не распылялась, а потому что ум в человеческом, как Феофан Затворный, который сам говорил, быстродвижный. И если мы его не занимаем, скажем, той же самой молитвой, ну тогда он сам ищет для себя занятия и находит эти занятия. А это вот пустословие, празднословие, леность, осуждение, зависть и другие всякие неприятные вещи, которыми он занимается обычно. А нужно его от этого отвлечь. Назначение молитвы – это память о Боге прежде всего. И память о Боге, естественно, может удерживаться только краткой молитвой. Вот такой вот. То, что вы прочитали молитву утром, или последную молитву утром, а потом вечером, а день весь остальной на что уходит. И вот в посту как раз было бы очень неплохо вот эти маленькие упражнения практиковать. Но есть еще один момент. Человек не только должен повторять эту молитву, он должен размышлять еще о вещах божественных. Для этого надо читать Священное Писание, как мы уже сказали. И когда человек читает Священное Писание и размышляет Священное Писание, это тоже молитва. Вот Исаак Сирин такой был. Он говорил, что всякое благочестивое размышление о Боге – есть молитва. Посмотрите, как он Ширак утолковал. А Василий Великий что говорит о молитве? Он говорит вообще, что труд человека – есть молитва. Труд человека – делай руками. Если ты делаешь что-то, что-то умом своим занимайся, но старайся при этом обязательно помнить о Боге. Как человеку понять, что его молитва услышана? А это уже по обстоятельствам жизни, как складывается. Причем, если что-то у человека не получается, оказывается, это и есть благословение Божие. Мы-то ведь часто просим у Бога то, что нам не нужно, и то, что нам не поможет, или что-то иллюзорное нечто. Потому что часто мы требуем от Бога, не просим у Него, а требуем от Бога сделать то, то и то, и не получаем. Ну, бывает, разочаровывается человек. На самом деле, надо быть довольным и радостным в этом случае, потому что, ну, по словам, вот такой был феофилак болгарский, известный такой толкователь священного писания, он говорил потрясающие совершенно слова. Если мы просим у Бога и не получаем, то мы явно под благодатью Божией. Вы представляете, что он говорит? Он помогает нам увидеть то, что мы просим, не нужно нам абсолютно, а то и вредно вообще, а то и может закончиться совершенно неблагополучно. Вот так и по этим признакам можно увидеть и убедиться в том, что Бог всегда слышит наши молитвы. Это тоже проявление того, что Бог есть любовь? Конечно, несомненно. И это совершенно очевидно, потому что каждый человек для него – это и его сын, и его дочь, о которых он заботится и не меньше, чем родители. Вот. Помните, как у пророка Исаия сказано, пророк Исаия говорит, если отец и мать оставят себя, это слова Бога к нему, к пророку Исаии, если отец и мать оставят себя, я тебя никогда не оставлю. Ну, пожалуйста, вот вам любовь божественная. А вот те строки молитвы, которые звучат во время Великого Поста, молитва Ефрема Сирина, которая вдохновила Александра Пушкина на создание его стихотворения, молитва, что в ней содержится? Ну, прежде всего, осознание себя, как все тело, зависящим от Бога. Это то состояние, которое называется нищетой духа. То есть, блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. А что это означает? Это означает, что человек ощутил, наконец, что все, что он имеет, он имеет от Бога. Абсолютно все. И жизнь, и ум, и способности, и здоровье, и благоустроение своей жизни, и окружающий его мир, и пищу, и питье, все имеет от Бога. Вот он это понимает. И эта молитва, как-то запомнил, говорит, Господи, Владыка, живота моего. Что это такое? Господи, Владыка, жизнь моя. И это очень важно. А дальше слова, практически все слова этой молитвы говорят о покаянии. А что такое покаяние? А это изменение образа жизни. Не просто, чтобы слезу уронить и сказать себе, ой, какой я грешный, а попробуй отказаться от того, что ты осознал себя как грех. Вот это изменение образа жизни. Ну и третье, конечно, это братолюбие, о чем тоже говорится в этой молитве. И что такое братолюбие? Это отношение милосердное к каждому человеку, к любому человеку. Ну и опять ведь говорят в древних книгах церковных о том, что как ты относишься к человеку, так Бог относится к тебе. Где ты человеку сочувствуешь, ты готов ему помочь. И Бог поступает по отношению к себе точно так же. Вот это смысл этой молитвы. Но это процесс не сразу, который складывается у человека. И там прошение об избавлении от тех качеств, от тех страстей, от которых человек страдает. Конечно. Любая молитва в себя включает обязательно словословие Божие, благодарение Богу и потом прошение о чем-то, о том, что меня беспокоит, что во мне является каким-то червем, что ли, не дает мне покоя. Поэтому, естественно, и он просит об этом. Иногда люди задают вопрос, зачем молиться, если Бог все равно знает, что для человека лучше. Он правильно и знает все лучше, чем мы сами, и знает, что нам нужно. Но Бог не вторгается в человеческую свободу, вот что самое главное. Он ждет, чтобы от нас было такое же желание, как и есть у него нам помочь. Потому что, если бы Бог нарушал человеческую свободу, человек не был бы уже разумным, свободным существом. Он создал человека, как вине своего творения, и уважает его свободу. В церкви человек ищет, в том числе, и смысл своей жизни. Как церковь отвечает на этот вопрос? Ну, церковь, прежде всего, отвечает этим своим богослужениям. Все богослужение, скажем, нужно так, это зов Божий к себе, к человеку, к своему творению и к своему чаду. Тот, кто слышит этот зов, тот никогда не оставит церкви и с удовольствием туда приходит, потому что он чувствует, что ему надо. Нужно ведь и понять, о чем поется и говорится за богослужение. Ну, вот это уже задача духовенства, все это объяснять так, чтобы это людям было бы понятно, и самое главное, чтобы это было для них интересно, потому что это представляет из себя большой интерес. А вообще, есть правило, как нужно быть на литургии. Вот, царь сам в Руси, ну, один из самых знаменитых в Божийске, он говорит, на божественной литургии стоим с молитвой Господи Побилу. И когда ты будешь стоять всю службу с этой молитвой, ты все будешь понимать. Человеку будет крайне интересно, необыкновенно интересно быть церковью. Он ведь все начал понимать. Так что, с одной стороны, нам нужно внимательно относиться к чтению, читать с благоговением, страхом Божиим. Как говорил Февкланд Болгарский, это же священные, святые и жемчужные слова богословия, то, что у нас в тексте богослужебных. А с другой стороны, и человеку, который стоит в церкви, ему надо тоже сосредотачиваться. И способ оказывается очень простой и совершенно доступный. Нам отец Владимир остается пригласить наших зрителей в храмы на период Великого Поста и далее. И все это почувствуют. Все, о чем мы с вами говорили, все это почувствуют.